Новости с ордопереводом сейчас вашему вниманию. Меня зовут Лаура Жакупова, моего коллегу Хасан Исраилов. Добрый вечер. Жителям Арысии разрешат возвращаться в свои дома 27 и 28 июня. Об этом сообщил председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев. Заседание прошло сегодня. Первый президент отметил, что правительству даны поручения по скорейшему восстановлению зданий. Ожидается, что к началу осенью все работы в пострадавшем городе будут уже завершены. Тем временем, по обновленным данным, число пострадавших в Арысии превысило 160 человек. Подробности в следующем материале. Ситуация в Туркестанской области откорректировала повестку Дня Совета безопасности. Сегодня планировалось обсуждение вопроса водоснабжения населенных пунктов страны. Однако заседания начали с чрезвычайного происшествия в Арысе. Председатель Совета безопасности в первую очередь выразил соболезнования семьям погибших. Пожарным, спасателям, полицейским, волонтерам выражаем благодарность. Семьям пострадавших выражаем соболезнования. И, как вы знаете, все необходимые меры со стороны государства принимаются, чтобы ликвидировать этот случай. Еще раз казахстанцы показали сплоченность, что беды, трудности не являются чужими, а нашими общими. То есть наше крепкое единство всегда будет помогать решать любые вопросы на территории нашей страны. Нур-Султан Назарбаев отметил главе Кабинета министров поручено принять срочные меры по скорейшему восстановлению разрушенных зданий в Арысе. Планируется, что 27-28 июня жители города смогут начать возвращение в свои дома. За лето полностью завершатся ремонтно-восстановительные работы. Такие происшествия в мире происходят повсеместно. Трагедия в Туркестанской области стала трагедией всего казахстанского народа. Вы видите, что инициирована акция «Арыс – мы вместе». И каждый старается оказать помощь и поддержку. Работники предприятий, производств и все трудоспособное население. За историю независимости ситуации, когда казахстанцы оказывали материальную поддержку пострадавшим при ЧС, уже происходили. По словам председателя Совета безопасности, трагедия в Арысе в очередной раз продемонстрировала единство всего народа. «Жители Арысе не останутся одни. Всеми силами будем помогать, и государство сделает все для восстановления. Этот склад для хранения боеприпасов находится там еще с советского времени, на протяжении нескольких десятков лет. И теперь мы кардинально решим этот вопрос. Уже дали соответствующее распоряжение». Вопросы водоснабжения страны также были обсуждены на заседании Совета безопасности. Все участники отметили состояние водных ресурсов страны и водохозяйственных объектов. Особое внимание уделили доступности питьевой воды для населения и рационального водопользования. Иван Тулинов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Хабар-24. Первый президент Казахстана принял Акима столицы Алтая Кульгинова. Именно на него, по словам Нурсултана Назарбаева, возложена большая ответственность за дальнейшее развитие главного города страны. Первый президент Казахстана отметил, что новый Аким обладает достаточным опытом, и навыками для реализации возложенных задач. «Руководство страны и правительство будут поддерживать вашу работу. Предстоит нелегкая работа, ведь у жителей столицы требования к руководству города всегда высоки», сказал Ельбасы. В свою очередь Алтай Кульгинов рассказал о предстоящих планах работы по улучшению социально-экономических показателей развития столицы. По его словам, экономические показатели положительные. Наблюдается рост доли малого и среднего бизнеса, а также производства. Инвалидам и многодетным семьям спишут долги по кредитам. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касамжамарт Токаев. Согласно документу, правительство примет меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженностей по беззалоговым потребительским займам. Только общая задолженность не должна превышать 3 миллионов тенге на 1 июня текущего года. Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, не должен превышать 300 тысяч тенге на одного заемщика. Также Нацбанку поручено принять меры, которые запретили бы начислять неустойку, комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием кредита для физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Кроме того, указ запрещает предоставлять займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растет долговая нагрузка на многие граждане, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам. И эта проблема затрагивает жизненные интересы около 500 тысяч наших граждан. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 миллиона тенге. Средний размер задолженности около 300 тысяч тенге. Это все проанализировано и подсчитано. Как глава Казахстана, я, конечно же, не могу оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Необходимо ввести запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния. Национальный банк должен принять дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Но казахстанцы уже отреагировали на эту новость. Наши корреспонденты вышли на улицы и спросили у рядовых граждан, как они относятся к мере по списанию долгов социально уязвимым слоям населения. Давайте послушаем. Продолжаем. Мы решили узнать и экспертное, и также мнение. Сейчас на связи с нами экономист Арман Байганов. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы в первую очередь узнать у вас, как списание долгов социально уязвимым слоям населения отразится, может, на отечественном финансовом рынке. Я считаю, в принципе, списание именно задолженностью и многодетным семьям, это, я думаю, своевременный шаг и правильный. В принципе, это, как я понимаю, данная акция разы приходит, это своевременно. Во-первых, надо понимать, что в целом, если так анализировать в структуре именно судные задолженности, я не считаю, что это наибольший удельный вес, очень большой удельный вес банковской системе занимает, именно многодетные семьи. Во-первых, в силу их низкоплатежеспособности, я предполагаю, у них в основном займы невысок. Судная задолженность у них не очень большая, не превышает те же 3 миллионов. Во-вторых, следует отметить, что именно беззалоговые займы, именно данные займы, процентная ставка наибольшая высотка, и по ним есть очень сложная ситуация именно по выплатам, по займам, которые оказываются люди, в частности, именно многодетные, малообеспеченные семьи. Я предполагаю, необходимо также проконтролировать, если сейчас на данный момент, если анализировать также, есть онлайн крестование, которые многие компании, которые даже, возможно, они в Казахстане зарегистрированы, над ними тоже надо проконтролировать. У них даже выходит эффективная ставка 200-300% годовых. Вот если эту сторону, если надо проконтролировать именно мероприятие, разовое списание, тоже был бы неплохой своевременный шаг. Ну да, чтобы затронуть все слои уже, на самом деле, социально уязвимые. Там же есть еще категория, честно говоря, вот эти, которые я отметил, онлайн кредитование, они большинство работают не в правовом поле, их тяжело проконтролировать. Они, как бы, нарушают наши требования законодательства. Именно по онлайн кредитованию там годовая эффективная ставка не должна быть 100% годовых. А если для МФО, банк второго уровня, 56% годовых, они в основном соответствуют, выполняют эти требования законов. Да, спасибо за вашу... Да, многие именно попадают именно в онлайн кредитование. Там очень высокая ставка и кабальные условия. Если эта сторона проконтролируется, то это очень своевременный шаг. И я предполагаю, надо... Ну, хорошо то, что разовая акция проходит. Если постоянно это проводить, это тоже в целом будет ухудшать именно финансовую систему. Люди будут старания, знаете, получать займ, и в будущем знают, что могут попасть на такие очередные акции. Это тоже негативно будет. А разовая, именно впервые в Казахстане такое происходит, я думаю, это очень своевременный шаг. Благодарю. На связи был эксперт, финансовый экономист Арман Байганов. Услышали ваше мнение. И продолжаем выпуск. Продолжение следует... Председатель Мажелиса Нурлан Игматуллин от имени всего депутатского корпуса выразил соболезнования семьям погибших и высказал слова поддержки пострадавшим жителям Арыси. Он подчеркнул важность единения всех казахстанцев, сплотившихся для помощи жителям города, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов. Депутаты считают необходимым провести ревизию всего военного арсенала, находящегося на балансе Министерства обороны. По мнению мажелисменов, нужно извлечь урок и принять четкие меры, чтобы впредь подобные трагедии не повторялись. Здесь, наверное, четко надо проявить определенную ревизию, для того, чтобы понять, чтобы те или иные хранения боеприпасов, хранения складов вообще в целом, кто за этим сохранно стоит, какова это их... Соответствуют ли они сегодня современным требованиям, понять вообще в целом, какова ситуация вот этих складов или тех или иных военных, вот этих хранилищ, которые находятся в военном вооружении. Наведение порядка в самом системе обороны – это первая задача государственной власти для того, чтобы не допустить тех или иных происшествий, которые могут повлечь с собой гибель нашего населения. Полтысячи саперов сейчас очищают Арыси от незарвавшихся боеприпасов. Об этом на брифинге СЦК сообщил заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев. И также на месте ЧП запущены беспилотные летательные аппараты, они ведут воздушную разведку. По данным представителя Минобороны, всего же на складах произошло от 40 до 50 взрывов, при этом боеприпасов с радиоактивными элементами там не было. Причиной происшествия Дандыбаев назвал пожар на одной из площадок открытого хранения, который перекинулся на хранилище с реактивными снарядами. Организованы мобильные инженерно-заперные посты для того, чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. Для обеспечения безопасности населения выставлены оцепления и патрули по периметру зоны чертянной ситуации. Населенный пункт настолько разросся, что приблизился к арсеналу, который существует с 1930 года. То есть, будем говорить так, этот арсенал, соответственно, в свое время, он формировался там, вблизи непосредственно границ Советского Союза и выполнялся как конкретную стратегическую задачу. Но в то время поселок Корысь был маленьким аулом. А сегодня в Корысье проведут дезинфекцию. Город начнут готовить к новому заселению. Об этом на брифинге сообщил Аким Туркестанской области у Мирзак Шукеев. Сейчас к нам подключается наш собственный корреспондент в регионе Рауль Габитов. Он готов поделиться подробностями. Рауль, вам слово. Да, Лаура, на ликвидацию последствий взрывов понадобится как минимум 3 дня. Все это время жители проведут в эвакуационных пунктах. Там для них созданы все условия. Гуманитарную помощь им оказали уже 9 регионов страны. На данный момент все улицы и площади Арыси очищены от взрывоопасных предметов. Но так как там еще есть жители, военнослужащие просят их максимально соблюдать технику безопасности и сообщить в случае обнаружения снарядов. В Арысе продолжают работать саперы. Их группа увеличена до 400 человек. Между тем на дорогах выставлены блокпосты «Город оцеплен». Подробно о нынешней ситуации расскажет командующий войсками регионального командования ЮГ Кайдар Каракулов. Кайдар Самедулаевич, расскажите, пожалуйста, какая ситуация наблюдается сейчас. По состоянию на 18 часов 26 июня вооруженными силами Республики Казахстан принимаются меры по ликвидации последствий кризисной ситуации. На данный момент задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих, около 300 единиц специальной техники. В городе работают 40 групп разминирования, задействовано более 40 саперов. Учитывая важность ситуации, военнослужащими принимаются все меры по ускорению ликвидации последствий. На данный момент обнаружено более 2,5 тысяч фрагментов и взрывоопасных предметов. Военнослужащими также приняты меры по оцеплению совместно с ДВД по оцеплению города Арысь и на допущение в опасные зоны жителей города. В данный момент, на сегодняшний день мы завершили очистку города, площадей, улиц, скверов от взрывоопасных предметов. С завтрашнего дня приступаем к очистке дворов, приусадебных участков и частных домов от возможного нахождения там взрывоопасных предметов. Спасибо. Я добавлю, что на данный момент в городе изъято и ликвидировано уже больше 500 снарядов. Пока это вся информация на данное время, Лаура, буду держать вас в курсе событий из Туркестанской области. Да, будем ждать от вас свежих подробностей. На связи был Рауль Габитов из Туркестанской области. Ну а все деньги, поступившие для пострадавших жителей Арыся, пока тратить не будут. Об этом заявил зам Акима Туркестанской области Жулды Мурат Аманбаев. Он объяснил, что распределение средств начнется, когда город откроют и уже население вернется в собственные дома. У нас есть фонд, корпоративный фонд Рауль Габитов из Туркестан. Этот фонд имеет счет форты банки. На сегодня, на эту дату, на это время поступило 23 миллиона 965 тысяч тенге. По решению Акима области, чтобы я хотел объяснить, что из этого фонда поступить средств ни тенге не тратил, тратиться не будет. До тех пор, пока население Арыси снова не вернется. Потом, по той аналогии, когда у нас в свое время в Сарганском районе такая ситуация была, там было принято решение, что из каждого сельского округа забирали самых уважаемых людей, потом они определяли, как дети будут деньги тратить. Точно так же, по этой аналогии, мы сейчас будем, как только население вернет свои дома, будем с населением решать, как будем эти деньги тратить. Продолжая тему, в столичном доме дружбы открылся пункт по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в Арысе. Жители Нурсултана, желающие внести свою лепту в доброе дело, могут принести туда продукты питания, средства гигиены, вещи для детей и взрослых, постельное белье и детское питание. Точка сбора будет работать с 8 утра до 10 вечера. И отмечу, что представители этнокультурных объединений со всего Казахстана мгновенно отреагировали на беду с Арыси. В Арысе с первых же дней ЧП оказывают всестороннюю помощь. К слову, вчера столичный узбекский этноцентр отправил в Арысь свыше 20 тонн пшеничной муки. Мы там созвонили своими коллегами, которые делают хлебом, занимаются, и попросили их раздать эту муку по всем пекарням и лепешечным цехам, чтобы делать лепешки, хлеба и дать народу Арысы, которые приехали, сделать акцию свою, поддержать их, чтобы они знали, что они не одни. Это горе задевает весь Казахстан. По поручению министра культуры и спорта, все подведомственные организации объединились, чтобы помочь пострадавшим жителям Арысе. Сегодня от здания Казахской национальной консерватории имени Хурман-Хазы в Туркестанскую область отправились первые машины с медикаментами, продуктами питания и предметами личной гигиены. Руководители алматинских творческих коллективов решили лично поддержать пострадавших и тоже выехали в Шимкент. А уже завтра отсюда отправят вторую партию гуманитарной помощи. Наш Казахстан весь болеет, все страдают, все сочувствуют, все по мере возможности помогают, и мы, соответственно, тоже хотели поддержать. Это однозначно является как каплей в море, но все равно это наша солидарность, это наше чувство патриотизма, как бы помочь нашему народу. Все еще хотят подключиться, некоторые говорят, можно, мы подключимся с вами, поедем вместе. И это пока все. Спасибо за внимание. Хорошего вечера.